Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5. Всё как всегда. И сегодня у нас продолжаются рубрики покупки автомобилей. И сегодня мы будем покупать лучшую тачку... Та подолбали, блин, раздействовали здесь. Лучшую тачку до 10 миллионов. Реально, в прошлой серии мы выбрали лучшую тачку для дрифта, для драга, для последней езды. Это и 60 было. А сегодня мы просто выберем лучшую тачку до 10 миллионов. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Знаешь что, накопил я немножко денег, как вы видели, после продажи R8. И хотел купить себе сразу что-то годное. Но после этого мне подарил подписчик вот эту E60. А нормально он так на боку чисто прилёг отдохнуть? E60 это выходит лучшая тачка до 3 миллионов. Я, конечно, бы мог ездить на E60 без проблем, но записывать контент нужно. И мне нужна как бы тачка побыстрее, чтобы выполнять курьера и т.д. и т.п. И поэтому мы сегодня вместе с вами будем покупать не новую тачку. И это, конечно же, спойлер. Но это будет тоже бомба. Но мне кажется, те, кто играет на CCD, уже знают, что это за тачка должна быть. Но кто не знает, сейчас как бы увидит. А приехали мы, как всегда, к аукциону. Кстати, ни разу тачка не покупался рук. Может, я и фигню делаю, если честно. Потому что, когда я покупал R8, я хотел сразу купить F90. Но я зачем-то взял R8. Не знаю, тогда F90 стоил ли где-то, ну сколько, 8. Но если сейчас мы зайдём вот в этот аукцион и напишем, например, GTR. Давайте GTR напишем. Активен. Вот, применить. О, один появился. Не было. Ешка 63. Тоже там 3 штучки вроде. 2 штучки даже. F90, 3 штучки, если ещё не выкупили. 3 штучки, это капец. И посмотрите, по каким ценам. 10 лямов, 9700, уже ставка 9300 есть. И 9500, да. Ну, в принципе, F90 стоит и 9500 с автосалона. Так что, думаю, норм. Будем покупать вот эту. Почему вот эту? Потому что здесь зеркалка по цифрам. И ещё есть полубла типа ООО. Ну, конечно, он вообще нихера не значит. Он просто красивый номер. Чтобы не было вот таких каких-то рандомных цифербукв. Ну, конечно, можно было поставить номер за лям. Но зачем, если можно взять на ООО? Значит, выкупаем лот за 9,5 миллионов. Бля, ну зачем я это делаю? О, скорее всего, эти цены будут меньше после обновы, как бы. Которая выйдет где-то перед Новым Годом. Так можно мне вот так? Мог взять такой себе Ford GT. Либо McLaren, либо Ferrari. Не, Bugatti, я бы не взял. X5 вот такой мог бы себе взять. Ну, а Evan берёт просто F90, который, блядь, 20 тысяч пробега почти. 16, да. Ну, кстати, чёрн... А, о, всё норм. Диски, диски. Насчёт дисков, кстати, я не знаю. Надо поехать проверить, потому что, как вы знаете, дисков нормальных вообще нет. Вот на CD нету нормальных дисков. И, кстати, опять чёрная пятёрка. Да. Нормальных дисков нет. Конечно, мы можем поехать промерить, как бы, но... Просто серии нет, не нашли. Нормальные диски, которые здесь есть, это MG Edition 1, но на BMW их не поставлю. Не, но ускоряется она прям жёстко. Кстати, стоит... Недолго я музыкой играл, а недолго Evan на F90 откатал. Попытка номер 2. Ну, как она стоит на дороге, мне, если честно, уже не понравилось. Её 60 как-то стояло, мне кажется, поувереннее, чем F90. А от салона, чё там, от первого лица? Ну, всё светится, приборы работают, молодёжь. Ну, подрывает она прям жёстко, я прям чувствую. Поехали тогда сразу, как по классике, 58 литров в бак. Кстати, ааа, здесь же это... Она не тормозит вообще. Вот прям вообще, смотри. Её 260. Смотри, какой длинный путь вообще. Тормозной у неё. Понимаю. Короче, давайте выйдем вот здесь на трассу. Не, какая-то херня щипом. Она не может так рулиться, там, как херово просто. Так что, врубаем RaceLogic. Оп, и погнал. 2.5. Не, 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 это херня, это херня, херня, херня. Остановились. Раздули. Врубили. Отпустили. 1.0. 1.1. 3.3. Ну да, это побыстрее R8 будет. Прям побыстрее, потому что R8 1.1 вроде показывала. И 120 1.2. Да, надо побыстрее. А, не ещё. Блядь. Это единственная серия, когда я уже 2 раза сдох. Хотя, ещё 5 минут не прошло. Дьявольская тачка. Хотя, это не она должна была быть. Ну, ладно. Кстати, будет интересно посмотреть, есть ли на неё какие-то обвесы, не знаю. Хотя бы шильдики убрать, но поехали посмотрим. Мы как раз недалеко от неё заспаунились. Да, чип надо менять срочно, потому что это полный ждец. Ну, 17 тысяч пробега тоже. Да, тюнинга здесь нет. Блин, а как хотелось бы сделать из неё рестайлинг? Я что, многие могут сказать, как бы рестайлинга есть. Это КС, который стоит 400 лямов или сколько, или 300, или 200, не помню сколько. Да, это капец. Знаешь что, цвет, как бы чёрная пятёрка, это какая-то 520 дизель, знаете, вот это, либо 520, ну, 525, окей. Надо сделать как-то поярче, шо ли, красную. Не, ну, красная, это, это уже слишком сутенёрская бомбе. Вот белую, кстати. Опять белую, опять пятёрку, ну да, не хочется. Чёрная, блин, да, чёрный, это идеальный цвет для неё подходящий, но можно ещё сделать синюю, как бы такая, как она идёт с завода. Только этот цвет бы подобрать вот типа вот такой. Ну, бля, это колхоза, но мне просто хочется что-то поменять. Можно, конечно, сделать из неё бюджетную КС, сделать её... А, здесь перламутр ещё стоит. Не, давайте сделаем мат, сделать КС, вот такую. Но это, мне кажется, уже слишком. Есть здесь цвета офигенные, но диски-то у меня, как бы, не такие, как надо. Чёрная бомба, на шириликах, ну, блин, тюнинга прям на F90 не хватает, вот реально. Ах, как её ещё разворачивать, это ещё хуже R8, реально. Окей, давай дрифт-режим. Вот дрифт-режим вообще не цепляется. Такое, контролить вроде можно, это слишком. Лучше бы такую ЦАшку взял, реально. Да, есть. Кстати, старый ЧП или новый? Прикол-то ещё на старом ЧП, это нет, но... На новом, скорее всего. Потому что на старом ЧП в 90 стоят по 70, по 40 лям, где-то так их продают. Офигеть. Так, пацаны, ЧП изменила, она стала повыше, надо её, как бы, немножечко занизить. Но, она теперь управляемее стала, реально. Теперь я могу её рулить, но я не настолько уверен, как на E60. Вот E60, ну, давай, например, закладу. Нет, её заносит. А E60 бы не занесло. Ну, как бы, занесло, но можно было бы рулить. Хотя, нет, не занесло бы. Я в прошлой серии на такие углы закладывал. Короче, да, рулится теперь она пизже. Её не заносит. Ну, как бы, заносит, но... На таких диких углах... Да, пойдёт, короче. Так, ментер. Да, блядь. А чё с ней такое? Окей, ладно, давай попробуем тогда ускорение 0-100. Изменилось ли или нет? Значит, оп, раздуваем. Отпускаем. 1.0. А 1.5 меньше, потому что я это сбросил. Попытка номер 2. Раздуваем движок, врубаем RaceLogic, отпускаем, ебашим. 1.0. 1.4. 3.7. Не очень херово. На этом чипе прям ультра херово. Прям овер херово, я бы сказал. Короче, покупайте E60, будет вам счастье, пацаны. Ладно, поехали, посмотрим. Может, сюда какие-то диски подойдут, хотя вряд ли. Ну, согласен, вот эти более-менее нолям за диски. Я ещё не ёбнулся немного. После записи основного видео, мы с Андрюхой, который Линкольн, который Кирилл, который ты понял, вот. Сделали, в принципе, плюс-минус норм чип на F90, который бы ебашил и который бы управлялся. Поэтому сейчас я его поставил. Вы также можете его скопировать в описании. У меня будет он. Сеновая 1.60. Ну, конечно. Короче, раздуваем. RaceLogic. И отпускаем. 1.1. 1.1. 3.0. Ну, это такие ещё херовые показатели, потому что она ехала 1.0. 0.100. А здесь 1.1. Мне это не нравится. Окей, давай ещё раз. 1.1. 1.1. 2.5. 2.5. Раздуваем, отпускаем. 1.0. 1.1. И 2.2. 2.7. Ну, видите, если 0-100 цепляется, то дальше, типа, хуже. Ну, как бы, да. И всё, разогнались. И, в принципе, она и рулится. Ты можешь рулиться, как бы. Нормальный чип, поэтому... В описании. Кстати, вы можете меня спросить, Эван, а почему это лучше тачка до 10 миллионов? Потому что она стоит, как бы, 9.5. Это первый критерий. Второй критерий, что она едет 1.0 до сотки. А на чипе я видел, старом едет, там, и 0.8, 0.7. Это ещё с тренировкой, вот. Она едет 345. Конкуренты прямые. У неё Ешка, 63-213. Также у неё конкурент это GTR. GTR стоит на, сколько там, 7 лямов? Она стоит 9.5. На 2.5 ляма дороже. Да, дороже, но она едет 345. И она по ускорению, кстати... Кстати, GTR такой же по ускорению, как и F90. Так что, выбирать это вам. GTR двухместная, F90 четырёхместная. F90 на 5 километров едет больше. Насчёт бака я не знаю. Кстати, давайте посмотрим, что по инвентарю. Ой, не туда. Не туда, не туда. Посмотреть багажник. Сколько? 26 мест. Я уверен, что у GTR как-то мест поменьше. Ну и такая вот, в принципе, пушка. Но когда уже добавят вот эти обвесы на F90, возможность переделать в рестайлинг. Возможность сделать антихром. Вот эти ноздри убрать. Добавить там карбоновый вот этот хернюк. Вот это всё. То тогда мы можем уже что-то сделать. А так я отделать. Пока что ничего не буду. Чтобы не было как с Е60, что я что-то сделал. А теперь езжу и мне не нравится. Поэтому эта тачка единственная серия, которая разгоняется 345 и стоит всего лишь там 9 миллионов. Поэтому это недорого. Рынок, кстати, я же не обговорил. Взял её за 9,5, да. Но здесь есть номера OOO 47480. Он нифига не значит. Но просто OOO это красивее, чем какие-то рандомные цифры и буквы. И что я хотел сказать, что рынок где-то их 9, 9,2, 9,3. Это нормально их брать. А то даже и меньше их бы продавали. О, кстати, 345 уже разогнался как батя. Но 9,5 это ещё так, более-менее. А брать ли вам F90 это ваше уже решение? Я бы на вашем месте. Всё-таки если у вас есть 10 миллионов, вы хотите их потратить на автомобиль. И у вас есть главный критерий, это максимальная скорость, ну и ускорение. Ну и ещё 4 места. То я бы взял F90. Ну, в принципе, то, что я и сделал. Может, конечно, кому не нравится. Может взять Ешку. Она плюс-минус так же едет. Только она стоит на лям дешевле. Едет на 5 км в час. Меньше. Но F90 это имба. Я надеюсь, в обновлении добавить тюнг на неё. И мы вместе с вами её затюним. Ну, в принципе, на этом всё. Вот такой вот видос вышел. Надеюсь, тебе он понравился. Также напишу в комментариях, какая у тебя тачка на CCD под ежедневную езду. Также многие берут M8, кстати. Она едет тоже 345. Она стоит где-то 13.15. Но она управляется получше, чем F90. Я катался. Она вообще как вкопанная стоит на земле. Она не заносится ничего. И также McLaren берут. Из-за того, что он стоит 15. А ей 360 или 365. Что-то такое. Пока говорил, уже доехал к Пале Табай. Поэтому да. Пиши, какая у тебя тачка. Была ли у тебя F90 или нет. Также не забывай подписываться на канал. Ведь наша цель 3500 подписчиков к Новому году осталась совсем немножечко. Нажимай на красную кнопку и делай её серой. Также не забывай про колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Но с тобой был Левн. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.